друзья я вас сегодня всех вновь приветствую сегодня я хотел несколько слов сказать о вероятном матче между тони белью александр мусиком и один и другой спортсмен и промоутер еще до финала супер серии заявляли о возможности проведения данного матча поэтому несколько слов хотел сказать о прогнозе о вероятном исходе данного поединка и так об александре мы с вами достаточно много знаем поэтому я несколько слов хочу сказать о тони белью тони белью это выходец из кикбоксинга примечательно что в кикбоксинге процент нокаутов у него был довольно таки велик из 100 боев где-то половину он выиграл нокаутами еще важным моментом является то что он не природный тяжеловес перейдя в профессиональный бокс тони белью довольно таки посредственно выступал в среднем весе таким он был крепким середнячком он проигрывал здесь таким боксером как адонис стивенсон натан клеверли и в общем-то высоких результатов скажем так выдающихся в этой весовой категории тони были не демонстрировал все изменилось когда он перешел в круизер вейд и в общем-то ярчайшим событием наверно которая ознаменовала его нахождение в круизер вейде стала победа надо боксером темнокожим боксером и лонге макабло здесь в общем-то колоссальное преимущество было на стороне тони белью акцентирован на удар и не зря он получил прозвище бомбардировщик не только из-за этого боя в принципе из-за возможности нанести акцентированный удар после этого последовал бой с джеймсом флоресом также он был скажем так проведен страны тони белью досрочно победа техническим нокаутом так его далее следовало два довольно таки интересных боя с дэвидом хэем ну х не нужно вам представлять правда этот боксер довольно таки долго был на перерыве после возвращения первый бой с тони белью проходил под диктовку х 1 по крайней мере часть боя несколько раундов на порядка пяти шести раундов после этого хэй травмировал ногу непонятно что это была за травма и в общем-то или травма или в целом физически подготовка не позволили дэвиду х я активно развивать события в этом бою это не были захватив инициативу проведя несколько классных атак скажем так принудил угол дэвида х я выбросить полотенце после этого остался матч-реванш с дэвидом х м ну здесь уже то не были довольно таки профессионально скажем так разобрался в пятом раунде он также завершил бой досрочно также победу такого за тони белью я хочу вам сказать что несмотря на наличие акцентированного удара этот боксер из 30 своих побед 20 одержал нокаутом но в том числе такова процент нокаутов но не сверх большой чтобы называть его таким панчером нокаутером хотя дату не были обладает несмотря на переход в тяжелый вес довольно таки увесистым ударом и здесь с этим нельзя в общем-то спорить помимо акцентированного удара у тони белью есть так называемый инстинкт убийцы то есть при попадании он не отпускается соперника и здесь на мой взгляд как боксер он намного более интересен чем у радгасиев то есть более комбинационная работа и возможность точнее умение редкое умение добивать своего соперника после попадания теперь если говорить о шансах спортсменов тони белью александра усика если говорить об антропометрии то рост спортсменов одинаков если александр поднимается в этот дивизион то рост значение иметь не будет другой антропометрический показатель это размах руку александра он на 10 сантиметров больше помимо этого вы прекрасно знаете что александр левша александр более скоростной соперник на мой взгляд александр усика более дисциплинированная манера ведения боя несмотря на то что он может изменять картинку бой подстраиваться давать возможность сопернику наносить по себе удары как мы это видели в бою с майорисом брэдисом при необходимости например когда александр боксировал с муратом гасим он не дал ни шанса по себе попасть прекрасно понимаю что любой удар может быть последним то есть в этой ситуации я считаю что александр наиболее выдержанный боксер оба боксера придерживаются стиля так называемого out fighting а то есть боя на дальней дистанции поэтому александру будет довольно таки комфортно работать с тони были александр на пять лет фактически моложе то есть еще раз повторюсь вероятно поединке между александром усиком это не были я полное предпочтение даю александру усику конечно в боксе может быть все что угодно но в данном бою для меня опять-таки фаворитом является александр еще хотел отметить такой интересный момент у александра в отличие от тони присутствует завидное постоянство если помните братьев кличко почему они так успешно выступали германия в америке бои братьев были не так интересно потому что не хватало зрелищности но вот это скажем так постоянство вот эта манера работать даже не то чтобы в одном стиле выполнять одну и ту же работу с довольно таки качественным результатом она немцам очень импонировала для меня александр является таким же довольно таки постоянным боксером который готов работать готов дисциплинированно выполнять довольно таки талантлив и техничен в этом бою он для меня фаворит значительно более интересно спрогнозировать исход боя по веткин джошуа или джошуа александрусик но это впоследствии друзья если нравится так те скажем обзоры которые мы делаем если нравится наши прогнозы подписывайтесь на канал мы запланировали разобрать еще несколько поединков спрогнозировать результаты боев между геннадием головки нам и саулем альваресами между сергеем ковалевым и также альваресом только уже другим поэтому если интересно ставьте лайки подписывайтесь пишите свои комментарии пишите свои пожелания какие бои вы хотели бы увидеть какие прогнозы вам интересны всем удачи всем спорта всем хорошего настроения счастливо под